Привет, друзья! Я сейчас нахожусь возле города Фибхе. Это там, где мы будем проводить в марте наше турецкое уединение, и обязательно мы побудем в этом городе. Я хочу, чтобы ты каждый раз, когда бываешь в таких местах, просканировал свою внутренность. Что в тебе? Город считается умершим в результате греческо-турецкой войны. Здесь не осталось ничего, одни остовы зданий. Вот, например, сзади меня христианская церковь. Вы видите, крестик на стене, вход такой специфический. Когда ты находишься на таких развалинах, у тебя может быть два настроения. Первое – о, все умерло, о, какие развалины. Здесь когда-то была цивилизация, можешь поводить ладонью по пыльным камням и так далее. Но второе настроение, которое у тебя может быть возникнуть, у тебя должно внутри, если ты уже познал, что ты животворящий дух, у тебя должно работать все наоборот. Ты внутри себя должен вспомнить это место из Писания, что они будут восстановителями древних развалин, возобновителями путей для населения. Я лично, когда вижу такие развалины, у меня всегда вызов такой. Типа, мы что-то новое создадим, мы что-то новое построим. То есть это не какое-то унылое, все проходит, нет ничего нового под солнцем. Наоборот, ты чувствуешь, что твоя внутренность отзывается таким иммунитетом против этого, вызовом. Ну и что? Нет. Я даже думаю, что такие развалины иногда надо посещать, посмотреть их своим взглядом и понять, ты восстановитель развалин. Конечно, это не значит, что ты сейчас возьмешь кирку, лопату и тут что-то будешь копать. Но у тебя должен возникнуть творческий позыв. Мы создадим что-то новое. Вот ради таких вещей стоит иногда посетить это. Поэтому, когда мы будем в уединении, конечно же, мы сюда приедем. Для того, чтобы снова и снова осознать себя животворящими духами, возобновителями путей для населения. Это будет прикольно. Присоединяйтесь к нам.